Обращение Бурятского Демократического Движения к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, родом из Бурятии, а также к жителям Республики Бурятия и представителям бурятских диаспор. Это обращение длинное, поэтому я буду читать по бумаге. В этот трудный для нас всех час от лица Бурятского Демократического Движения, обращаясь ко всем жителям Бурятии, солдатам, офицерам, а самое главное к матерям, женам и сестрам военнослужащих, Российское руководство во главе с Владимиром Путиным по абсолютно выдуманным причинам развязало незаконную и ничем не мотивированную, бессмысленную войну против суверенного государства, против братского нам украинского народа. Преступные российские власти приказывают военным наносить преднамеренные удары по гражданским объектам в украинских городах, находящихся под защитой международного гражданского гуманитарного права, проявлять пренебрежение и систематически нарушать правила и обычаи ведения войны, жестоко расправляться с мирными жителями, женщинами, детьми и стариками. Например, в эту ночь российские диверсанты в Киеве жестоко расправились с беззащитной семьей, убили мать, отца и девочку, девочку, которая училась в четвертом классе. По факту этого преступления против мира и человечности уже возбуждено международное расследование. А таких примеров тысячи. Это самый крупный горячий вооруженный конфликт со времен Второй мировой войны в самом центре Европы. С большой тревогой и болью в сердцах мы можем сказать, что эта агрессия России может стать началом Третьей мировой войны. Ядерной войны. И поджигателем этой войны является руководство Российской Федерации «Наша страна». Все мировое сообщество уже назвало это военное вторжение преступлением против человечности. Очень печально, что сыновья Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края вынуждены принимать участие в этом преступлении против мира, против действительно братского когда-то нам народа. Неважно по какой причине они пошли сражаться против действительно мирного народа Украины, одурманены ли они лживой, действительно полностью лживой российской пропагандой, или какие-то трудности жизненные, безденежья, обстоятельства вынудили ваших сыновей, мужей или братьев надеть военную униформу, подписать контракт и пойти на эту несправедливую войну. Мы обращаемся к матерям, женам, сестрам. Заберите, пожалуйста, своих сыновей, мужей и братьев. Обратитесь к ним. Не надо принимать участие в этом уголовном преступлении. Свяжитесь с ними, пожалуйста. Требуйте от военкоматов, военного начальства, чтобы ваши близкие незамедлительно вернулись домой. Скажите своим сыновьям, солдат имеет право не выполнять заведомо преступный приказ. Призываю всех жителей Бурятии также выходить на акции протеста против войны. Прошу организовать митинги. Я даже требую организовать митинги и шествия в Улан-Укде и распространять правдивую информацию о преступлениях российского руководства во главе с Владимиром Путиным. Отдельно хочу отметить, что российские власти ввели цензуру и скрывают подлинную информацию о боевых потерях. Вернее, они говорят, что их вообще нет. Якобы уже четвертый день идет война, а никто не погиб. Ну что это такое? За три дня этой войны уже погибло столько же российских солдат, сколько за два года Первой Чеченской войны. За три дня. Почему ваши родные должны лежать забытые, потерянные в чужой земле? Почему они должны умирать за преступные амбиции людей, потерявших всякую связь с реальностью? Проливать свою кровь за дворцы и золотые унитазы, за золотые ершики? Россия уже списала их в потери. В тылу российской армии, по данным международных служб разведок, приготовлены мобильные крематории. Получается, вы даже не получите тела ваших погибших сыновей. Родственники военнослужащих, если вам удастся связаться с вашими близкими, пожалуйста, попросите их не стрелять в украинских солдат. Если они окажутся в окружении, скажите им, не упорствуй и не биться до конца, до смерти. Лучше пусть даются украинской армии. Этим они действительно не запятнают свою честь. Не надо участвовать в этой войне. Это не наша война. Это война, преступления. И Россия многие годы будет расплачиваться за совершенные деяния, за развязывание кровавой бойни в самом центре Европы. Весь мир уже сплотился вокруг Украины. Уже формируется международная коалиция против России. На сегодняшний день уже введены разрушительные санкции против российской экономики. Вы уже ощущаете, я думаю, что вы уже ощущаете на себе последствия. Российская экономика стремительно летит в пропасть. Российские деньги уже не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Последствия будут ужасающими. И Россия многие годы будет нести ответственность. Мы не хотим, чтобы бурятский народ и все жители Бурятии, независимо от какой они национальности, отвечали за преступления путинского режима, разделяли неизбежную коллективную ответственность. Поэтому мы призываем вас сделать все от вас зависящее, чтобы ваши сыновья незамедлительно прекратили участие в этой войне на стороне преступного руководства Российской Федерации. От себя лично добавлю, я довольно известный человек в Украине еще с самого начала этого конфликта между Россией и Украиной в 2014 году. Тогда я в 2014 году в открытую выступил против этой войны, против отправки бурятских солдат в Украину. И теперь у меня очень много друзей в Украине. И пользуюсь своим авторитетом и известностью последовательного сторонника мира, а также как активный деятель бурятского демократического движения на протяжении 20 лет. Сейчас уже находясь в вынужденной политической миграции, я вот обращаюсь к руководству Украины, к руководству Збройных сил Украины. Я понимаю весь ваш праведный и справедливый гнев. Мне действительно стыдно за моих земляков. Я понимаю весь гнев в ваших сердцах. Вы в полном праве испытываете эти эмоции. Но я вас прошу, лично прошу, многие в Украине знают и любят меня. Я прошу вас, если к вам попадутся военнопленные из Бурятии, либо Иркутской области, или Забайкальского края, пожалуйста, относитесь к ним, ко всем военнопленным, согласно положениям Женевской конвенции. Допустите к ним представителя Международного Красного Христа. Если кому-то требуется медицинская помощь, окажите ее. Я знаю, что в Украине сейчас тяжелое положение, и у вас самих ограничены ресурсы. Но я верю и знаю, что украинский народ покажет высоту своего духа, морального духа. И проявляет к военнопленным отношения в соответствии с международно принятыми нормами Женевской конвенции о статусе военнопленных. И в связи со сложившимися обстоятельствами от лица бурятского демократического движения, мы провели консультации в эти дни, мы начинаем работу, совещаемся с представителями неподконтрольных российским властям бурятских диаспор по всему миру, с общественными деятелями Бурятии в эмиграции, о начале создания легитимных органов власти бурятского народа, переходного правительства Бурятии в эмиграции, единственной законной власти бурятского народа. Я объясню почему. Нынешнее руководство Республики Бурятия, став соучастником военных преступлений против мира и человечности, более не является законным в глазах мирового сообщества. На бурятских политиков уже наложены международные санкции. Я говорю о депутатах Госдумы Николае Будуеве, Вячеславе Дамденцурунове, сенаторе Вячеславе Наговипсине, а так называемый глава Республики Бурятия Алексей Циденов в недавнем своем обращении к Народному хуралу Бурятия признался, что посещал зону вооруженного конфликта на востоке Украины в 2015 году. И при этом, с его слов, он при себе имел автоматическое оружие, которое он собирался применять против украинских военнослужащих. Это делает его автоматически военным преступником, поскольку посещение оккупированной территории Украины по условию международных санкций и ограничений запрещено и должно происходить только с разрешения украинского государства. И без того легитимность Циденова на посту главы Бурятии под большим сомнением. Он занимает свой пост в нарушении всех законов Республики Бурятия. Для его назначения против истинной воли бурятского народа были изменены Конституция Республики Бурятия и прочие наши законы. Сейчас же он потерял даже самый минимальный налет какой-либо внешней легитимности. И поэтому бурятский народ в данный момент остался безлегитимным в международных и международных признанных органах власти. Осознавая нашу ответственность за будущее нашего народа, чтобы не допустить вакуума власти и хаоса попадания Бурятии под внешнее управление после неизбежного падения путинской диктатуры и распада страны, а это неизбежно, мы обязаны начать работу по формированию будущих суверенных институтов власти нашего народа уже сейчас. Я говорю нашего народа, имея в виду всех жителей Республики Бурятия. Независимо буряты, русские, татары, кто там у нас. У нас много народу живет. Первоочередной задачей этих органов будет гуманитарная миссия по поиску и возвращению домой военнопленных или тел погибших их семьям. Следующей задачей переходного бурятского правительства в эмиграции будет подготовка к проведению в последующем на территории Республики Бурятии честных, альтернативных и прозрачных выборов и создания суверенного демократического государства. Также мы будем вести переговоры с демократическими силами России, которые придут на смену путинскому режиму о заключении или не заключении конфедеративного союза. Я отмечаю специально, что конфедеративного союза вместо нынешней Российской Федерации считаем федеративный договор о создании Российской Федерации, утратившим свою силу. Дорогие друзья, давайте все вместе остановим эту кровавую войну, обращаясь к солдатам, возвращайтесь домой. Кровь и убийства не даруют счастья, но только созидательным мирным трудом можно привести нашу любимую Бурятию, нашу Родину к процветанию. Есть другой путь. Вы нужны будущей независимой Бурятии. Я всегда так говорю, что в будущей Бурятии нужны все. Все вы нужны ей живыми. Бросайте это оружие. Не выполняйте эти преступные приказы и возвращайтесь домой. Вас ждут и волнуются ваши матери, жены и дети.